Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Многие задают вопрос о том, как японцы читают и пишут. И спрашивают не про сами иероглифы, а о том, почему иногда читают справа налево, иногда слева направо, иногда почему-то вообще сверху вниз, либо по горизонтали. Давайте во всем этом разберемся. Для этого я приготовил две книги. Это «Кокуро. Сердце» с авторством Натсумесо Сейки и «Манга Бакуман». Мы посмотрим на их примере, а также посмотрим на новостные сайты и то, как японцы пишут сочинения. Давайте начнем. Книга «Кокуро». В Японии так принято, что художественная литература, да и вообще любая литература, читается справа налево. То есть вы начинаете вот здесь, не как в наших книгах вот отсюда, вот именно справа налево. Открываете, здесь вот есть обложка об авторе, и книга начинается вот именно отсюда. Вот видите, здесь оглавление. И вот наша первая глава. Читают сверху вниз. Такое вот правило, именно в художественной литературе. Сверху вниз, опять же, справа налево. То есть вот это вот первая строчка получается. Вы ее читаете, потом следующую и так далее. Потом, когда здесь вот так вот все прошли, переворачиваете. И читаете, 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 пока не дойдете до последней страницы. Если слово какое-то не помещается, то оно, вот здесь вот не поместилось у нас, например, слово, оно перенесется вот сюда, на следующую строчку. И вы продолжите его читать. Точка, читайте дальше. Сначала может показаться непривычно и вообще сложно, но быстро привыкаешь и каких-то проблем не возникает. Просто нужно знать об этом. Манго читается примерно так же. Опять же, справа налево. Если вы читали мангу на каких-то сайтах в интернете, обычно используют японскую же систему. Справа налево. Так же, вот она начинается. И вы так же читаете сверху вниз, справа налево. И вот так вот по порядку у вас идет. Вот та же самая манга Бокуман. И вообще любая другая, какую вы будете читать. Если вы купите не мангу и не художественную литературу, а, предположим, учебник, то учебник может быть как справа налево, так иногда слева направо. То есть несколько вариантов. Но вот такой вот вид записи сверху вниз, он обычно в манге и художественной литературе. В учебнике будет записано нормально. Вот так вот. По горизонтали. И вы будете читать слева направо. Чтобы вам лучше было понимать, что я имею в виду, давайте посмотрим, как пишут новости. Рассмотрим то, как японцы читают интернет на основе японского новостного сайта NHK. Вот, например, перед вами главная страница раздела новостей. Читают ее сверху вниз, слева направо. То есть вот так. Заголовок читают слева направо. Если мы зайдем в статью, то весь этот текст, который здесь есть, будут читать сверху вниз, слева направо. То есть вот так вот. Это, как вы видите, тоже отличается от того, как читают книги. Поэтому интернетом они пользуются точно так же, как и мы. Статьи выглядят точно так же. И читать все это легко и удобно. То есть если знать, какой иероглиф, какое слово, и если знать грамматику, то вы прочитаете все это без проблем. Если мне нужно что-то написать на мобильном телефоне, например, сделать заметку, отправить кому-то сообщение, создать пост в группе, то текст будет точно так же писаться слева направо, как мы и привыкли в русском языке. Например, конничева, конничева. Видите, слева направо. И так же будут читаться и все остальные строки. То есть так же, как в русском языке. Если же японцу необходимо сделать какую-то заметку, например, что-то написать в блокнот, то он сделает это точно так же, как и мы. Слева направо, сверху вниз. То есть вот так просто будет писать. Так же точно и написано в различных договорах, контрактах и во всех документах. Просто текст идет сверху вниз, слева направо. Опять же, как мы уже с вами заметили, отличается именно художественная литература и манго. Кстати, Ранубе тоже читается справа. Налево, сверху, вниз. Так же, как и обычные книги. Отличие манги и Ранубе в том, что Ранубе это как обычная книга с небольшими картинками. Вот то же самое. Это стандартная японская тетрадь для тренировки иероглифов. Она состоит из множества квадратиков, в которые можно писать иероглифы. А сами квадратики разделены пунктирной линией, которая позволяет нарисовать иероглиф ровно. Примерно так же выглядят и листы для сочинений, и диктантов в японских школах, в университетах, то есть везде, где это может понадобиться. И японцы пишут слева направо, сверху вниз. То есть так же, как и мы, обычный текст. Иногда, конечно, бывает, что могут написать справа налево, сверху вниз, так же, как и в книгах, но обычно пишут так же, как и мы. Слева направо, сверху вниз. Когда я учился в языковой школе, я писал точно так же, а сочинения приходилось писать каждую неделю по два раза. Так же потом, когда я сдавал экзамены для поступления в университет, сдавал и нуреку, когда ко всему этому готовился, писал множество сочинений, чтобы повышать свои навыки, и везде нужно было писать вот так же, как и мы в русском языке. Сверху вниз, слева направо. То есть это отличается от того, что мы с вами видели в тех же самых книгах. Здесь наоборот. Ну что ж, друзья, надеюсь, что вы разобрались в том, как японцы читают и пишут, и у вас больше не возникнет вопросов. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Так же не забывайте оставлять комментарии, ну и, конечно же, ставить лайки. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.